Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасия Романова и в начале выпуска коротко о главных темах. Построят ли на месте сереброплавильного завода в Барнауле торговый центр, станет известно уже сегодня. Дети в Алтайском крае стали пропадать реже и убегать из дома самостоятельно тоже. Как родителям уберечь своего ребенка от этого рокового поступка? Клубы пыли, рев моторов, высокая скорость и эффектные прыжки. В краевой столице завершился майский мотокросс. Построят ли на месте сереброплавильного завода в Барнауле торговый центр, станет известно сегодня. Пройдут публичные слушания. Обсуждения должны были пройти еще 2 ноября прошлого года, но их отменили. Напомню, недавно на сайте администрации города был представлен проект планировки территории бывшей спички. Многих насторожило, что собственник указал там торговый центр, хотя не раз в городе делали заявление о том, что никакого торгового центра там не будет. Сейчас в проекте строения указано как здание общественного назначения. Что в итоге будет с сереброплавильным заводом, узнаем буквально через несколько часов. На публичных слушаниях будет работать наша съемочная группа. Все подробности расскажем в следующем выпуске в 13 часов. А в Рубцовске самая обсуждаемая тема – изменение цены на проезд в общественном транспорте. С 1 июня она повысится. С такой просьбой поднять регулируемый тариф на проезд обратились и муниципальные пассажироперевозчики в администрацию Рубцовска. Итак, с 1 июня цена на проезд в муниципальных автобусах и троллейбусах повысится до 18 рублей за поездку. На садоводческих маршрутах – до 26 рублей. Последовать примеру коллег решили также и частные пассажироперевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу. Они повысят цены на проезд по пяти направлениям. Вы их сейчас видите на экране. В первом случае на маршрутах номер 3, 6К и 10 поездка обойдется в 20 рублей. Во втором случае – 18 рублей. Главный аргумент пассажироперевозчиков такой – необходимость повышения цены вызвана финансово-экономической ситуацией транспортных предприятий. Она значительно усложнилась из-за роста расходов на топливо, обслуживание подвижного состава и страховку. Дети в Алтайском крае стали пропадать реже. О положительной динамике рассказали представители отряда «Лиза Алерт». Наиболее распространены случаи самостоятельных побегов из дома. Таким образом, в мире ежегодно пропадают десятки тысяч несовершеннолетних. Как уберечь своего ребенка от рокового поступка, волонтеры «Лиза Алерт» провели мастер-класс для родителей. Ругать ребенка после того, как его нашли и привели домой, категорически нельзя. Этому правилу учат родители потеряшек в поисковом отряде «Лиза Алерт» в первую очередь. В Алтайском крае за прошлый год к волонтерам обратилось более 40 человек. Это меньше, чем в предыдущие годы. Причины исчезновения у всех разные, зависят от возраста. Если это малолетние дети, это, вне всякого сомнения, отсутствие правильно обеспеченного пространства безопасности. То есть это отсутствие должного контроля со стороны родителей и, можно сказать, халатность родительская по отношению к малолетнему. Если дело касается все-таки детей и подростков, от 12 до 18 лет – это, вне всякого сомнения, отсутствие понимания в семье. Детей делят на две категории – до 12 и с 12 до 18 лет. Детей из первой категории часто похищают. К примеру, ребенок идет за дядей, который обещал показать мультики или дать конфетку. Бывают дети пропадают из поля зрения родителей во время массовых мероприятий. В последнее время они сами часто теряют своих чад в торговых центрах. А вот подростки покидают дом сознательно. Главная причина – равнодушие родителей. Еще одна – повышенная склонность к риску. До 10 лет, до 9 лет родители все знают про ребенка. Чем он занимается, чем он живет, чем дышит. После 10 лет общение ограничивается какими-то организующими моментами, ограничивающими. И сводится только к назиданию. Поэтому не забывайте про то, что ребенку нужно просто общение. Разговаривайте, задавайте вопросы. Просто улыбайтесь. Убежать из дома ребенок может из семьи с любым социальным статусом. Подросток может быть одет, обут, сыт. Но при отсутствии общения он ощутит себя ненужным. При этом над ним могут издеваться в школе. У него могут быть проблемы, решить которые сам он не может. Побег из дома – в первую очередь вина родителя, уверены специалисты. Нужно объяснять с малых лет, как вести себя на улице с незнакомцами, куда идти, если заблудился в магазине или в толпе. И обязательно знать, что беспокоит ребенка, чем он увлекается и что его угнетает. Надо знать их круг общения, надо знать их интересы, надо знать, с кем дружат. С Васей, Петей, Машей, Викой. Надо знать телефоны этих людей, ну в смысле родителей этих детей, с кем общается ребенок. И самое, знаете, наверное, процентов на 80 сократит количество неприятных инцидентов с несовершеннолетними. Это золотое правило. Пришел – позвони, ушел – позвони. Если трагедия, несмотря на верное поведение родителей и осведомленность ребенка все же случилась, необходимо сразу же обратиться в полицию. Согласно современному законодательству, пропавшим человек считается с первого дня, и его поиск начинают незамедлительно. После этого можно обратиться за дополнительной поддержкой в поисковый отряд «Лиза-Алерт». Их контакты есть в группе в социальных сетях. Отказать в дополнительном поиске могут при отсутствии официального заявления, а также в том случае, если похититель ребенка найден полицией, и важно его не спугнуть. В остальных ситуациях ребенка будут искать, пока не найдут. Полина Жданова, Денис Кузьменко, Сергей Балуев. Новости. Самые вкусные напитки алтайского производства выбирают сегодня в Бурнауле. Профессиональный дегустационный конкурс проходит в Алтайском техническом университете. На месте работает мой коллега Владислав Кириенко. Владислав, доброе утро. Вы в эфире. Анастасия, доброе утро. Оно у меня начинается действительно необычно. Прямо за моей спиной проходит дегустация продукции алтайских производителей. Причем оценивают ее и пробуют мои коллеги, ну и включая меня же, все журналисты. И у меня вот в руках сейчас находятся тоже два образца продукции. Это два лимонада. Ну, сейчас мы их попробуем и, конечно же, постараемся оценить. Давайте попробуем. Знаете, он чем-то похож на такой белый тархун. Даже не знаю, как оценить. Вот это вот запишем в листик. Обязательно я это зафиксирую. Давайте. И еще отдает, знаете, легким привкусом лайма. Так, ну и последний. Красненький вкус. Пахнет вишней, пахнет вишней. Так, девочки, стаканы, помогайте, свое забирайте сразу. Вкус более такой, более пряный и, знаете, более, наверное, более сладкий, например. Но бодрит очень хорошо. Кстати, все наименования продукции записываются в такую дегустационную карту. Вот, то есть журналисты записывают наименование товара, его название, ну и вкусовые какие-то ощущения. Давайте мы вот тоже попробуем это все записать. Так, первый напиток пишем там лимонад. Оценивается он, кстати, по нескольким категориям. Это прозрачность, вкус, аромат, насыщенность. Ну и суммарная оценка в баллах. Первый, само собой, образец прозрачный. Он, наверное, будет максимально прозрачным. То есть он очень прозрачный. Запишем так. Вкус, аромат, ну, наверное, у первого образца он более такой, более терпкий, что ли. Несомненно, это напитки, конечно же, очень сильно бодрят. Бодрого утра я желаю и вам, и Анастасии. И передаю вам слова в студию. Владислав, спасибо. Приятного вам времяпровождения. Я продолжу выпуск. Клубы пыли, рев моторов, высокая скорость и эффектные прыжки. В краевой столице накануне завершился майский мотокросс. Дмитрий Гладких наблюдал за упорным противостоянием гонщиков. Традиционный майский мотокросс на приз фонда заслуженного тренера РСФСР по греко-римской борьбе Анатолия Кишицкого собрал 59 спортсменов из Алтайского края, Хакассии, Красноярска, Новосибирска, Томска, Кемерово. В числе участников были не только любители, но и настоящие профессионалы, мастера спорта. Победителей призеров ждали не только бурные овации зрителей, которых, к слову, собралось большое количество, но и приличные денежные премии. Призовой фонд распределяется за лучший старт, кто первый стартует. Потом, соответственно, по результатам заезда, кто приезжает первый, будет три места. И, по-моему, до пятого места тоже все это денежные будут гонки. Класс открытый. Мотокросс достаточно дорогой вид спорта. Стоимость мотоцикла порой достигает более 10 тысяч долларов, не считая обслуживания техники и ее транспортировки до места проведения соревнований. Некоторые запчасти к своим железным коням приходится заказывать даже из-за рубежа. Определенные сложности и денежные затраты возникают и при подготовке трассы. В этом году организаторы постарались сделать ее по всем стандартам и соответствующим нормам. Протяженность составила 1200 метров, а трамплины позволяли спортсменам прыгать до 6 метров в высоту, что, безусловно, добавило адреналина мотогонщикам. Трасса очень хорошая, тяжелая трасса, уровень трассы, я так скажу. Погода единственная ветер. То есть, когда прыгаешь, может дуть. Единственное, что ветер. А так все отлично. Всего соревнования прошли в семи классах. Наиболее зрелищный был открытый. В нем развернулась ожесточенная борьба за первое место. Соперникам давалось 20 минут времени плюс два круга. Рубцовчанин Егор Ефанов в ходе гонки несколько раз лидировал, но спортсмен из Черногорска Республики Хакассия Денис Присяжный каждый раз опережал нашего гонщика и в итоге финишировал первым. В классе 85 кубических сантиметров абсолютным победителем стал еще один рубцовчанин Дмитрий Буравлев. Третье место занял барнаулец Артур Буторин. В 50 кубиках чемпионство досталось Яну Кишицкому из краевой столицы. 7 и 8 июля в Рубцовске пройдет заключительный этап по мотокроссу, а 21 и 22 июля уже в Барнауле состоится международный турнир Кубок Содружества. Дмитрий Гладкиев, Антон Червяков. Новости. На этом все. До встречи в эфире.